Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, 10 июля, специалистами Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского была организована библию-экскурсия в Таманский лес города Ставрополя «Иммунитет на страже здоровья». Это была не просто экскурсия. В рамках нашей прогулки мы вместе с нашими читателями поговорили о важности укрепления иммунитета, особенно в сложившихся условиях распространения коронавирусной инфекции. Поговорили о важности психического и физического здоровья. Важным дополнением мероприятия стали легкие физические упражнения и гимнастика для мозга. Она действует в Москве, и, конечно, хорошо, если бы она была в любой другой территории. У них есть проект, программа «Московская долголетия». Они шли к этому не так вот сразу раз и сделали постепенно, по углу все. То есть, вначале люди, которые выходили на пенсию и хотели еще работать, им предлагали переподготовку и даже обучение бесплатное. В общем, очень много было желающих сразу. То есть, было выделено 14 тысяч мест, думали, что они пойдут пожилые учиться, а пришло 80 тысяч. Поэтому, значит, решили, что надо что-то делать для людей пожилого возраста, чтобы они чувствовали себя, ну, что они живы, что они живут полноценной жизнью, что могут заниматься делом. И тогда вот появился проект, только проект еще, да, «Московская долголетия». То есть, они попробовали, как это. И год этот проект работал. Но что характерно, значит, поскольку это было решение мэра города, мэрии, то все, Москва большая же, по районам везде есть социальные службы, да, все социальные службы, затем учреждения спорта, культуры, медицинские, образовательные учреждения, школы, техникумы, там, университеты, все что угодно. В общем-то, их финансировали, если они были готовы, но финансировали именно работу с людьми пожилого возраста, если не были готовы. Поэтому появились курсы, какие хочешь, то есть, всякие домоводства, рисования, танцы, театры открывались. Спортом можно было заниматься, у нас скандинавская ходьба, учили кого, как правильно ходить, да, плавание, акваэробика, все что хочешь. И для мозгов и английский изучали, и на свой отдых не перечислили, компьютеры осваивали, в общем, люди были заняты. И когда год вот прошел, это было вот 18 октября прошлого года, да, год прошел, ну, в общем-то, рассмотрели этот вопрос и решили, что будут финансировать дальше. И даже, кроме того, что все организации в районе проработают на инваридов и людей пожилого возраста, значит, кроме этого стали в отдельных районах, ну, вначале там в центре, но уже появляется везде, создавать специальные дома, ну, типа, вы знаете, вот как в Греции есть клубы для пожилых людей. Когда приезжал, вот, бывший председатель у вас из Греции первое время, он рассказывал, что туда можно пойти, хоть целый день сиди, можешь там разговаривать, играть в какие-то игры, общаться, смотреть телевизор, ну, среди людей, так сказать, целый день. Вот, и в Москве сейчас стали такие подобные создаваться. Ну, и вот одно из новомодных направлений – это гимнастика мозгов. Значит, ну, всем понятно, что люди с возрастом что-то забывают. Понял, я сегодня сумку сколько искала по библиотеке своей, поставила ее, так не подумала, не стекла в памяти, куда ее поставила, и искала ее долго. Так что у каждого у нас бывает, кто-то положили и забыли, что-то хотели сказать, тоже забыли. И гимнастика мозга, собственно, это изобретение, ну, не наше, наверное, да, это американцы, это Азия, Китай и прочее. То есть они всегда над этим работали. Собственно, над этим надо работать, наверное, с молодых лет. Так вот сейчас в Москве детей занимаются мозговой гимнастикой с детьми, развивают его полушарие мозга, чтобы они оба работали синхронно. Вот, ну, пенсионерам сам Бог верил, потому что вот эта забывчивость, она, конечно, сказывается. И я сама на такие курсы посещала, потом онлайн учила, и мне, собственно, понравилось. Эффект есть. Я предлагаю, вот мы поговорили с вашим психологом, да, и она тоже считает, что она уже что-то давала вам, и что надо как-то заниматься этим постоянно для того, чтобы, ну, был эффект. То есть ежедневно, если пять минут вы чем-то будете заниматься и поделать какое-то упражнение из этого, то вы сможете восстановить, научить свою память. Где-то будет, это вам поможет по жизни. И сегодня мы решили показать несколько упражнений, а затем, если вот, ну, я думаю, что можно такие занятия проводить не на выходе, а даже на улице пока, вот, около библиотеки, ну, в утреннее время, чтобы не жарко было, да, вынесли стулья, сели подальше друг от друга, и, пожалуйста, можно это делать. Ну, если вы, конечно, будете не против, я просто вам очень-очень рекомендую. Значит, мы начинаем, есть разминка, ну, типа, так сказать, массажа самых важных органов для памяти, но это в другой раз, а сегодня просто давайте так, несколько, ну, парочку задач на внимание и сообразительность, да. Первое такое, значит, улитка ползет по стадиону, идет по ветру, Прошла за полтора часа какое-то расстояние, решила повернуть назад, уже против ветра. И шла 90 минут. Скажите, почему такое разное время, вот, она проходила один доль же путь? Ветер сносил ее назад? Нет, еще есть предложения какие-то? Устала. Нет. Я подчеркнула неправильные слова, так что, видя, был не шею, у меня специально не подчеркнула, чтобы у вас вести заблуждение. А теперь, еще раз повторяю слишком внимательно. Значит, она идет по беговой, ползет, ползет, улитка ползет, да, ползет по беговой дорожке, да. В одну сторону полтора часа ползет, а в другую сторону возвращается 90 минут. Беговая дорожка включена и двигается? Одну и ползет. Это одно и ползет. 90 минут, это есть полтора часа. Да. Ну, это с подвохом, конечно, с подвохом. Нормально. С подвохом. Ну, да. Надо быть внимательным. Ну, да. А мы взять будем, я так понимаю, что это одно и ползет. А я же вам специально, чтобы вас запутать, я сказала, что видели в латипедах. Ну, в студене неподвижное ползет. Давайте еще одну задачу. Подслушайте внимательно. Немножко сложнее. Значит, вот в шкаф положили 24 красных носка, 24 синих носка. Ну, парами не связаны, просто столками лежат, да. Надо взять пару вам одеть, чтобы не разного цвета достать. Сколько нужно вам взять носков, минимальное количество, чтобы пара всегда была у вас. Чтобы вытащили вот эти носки. Какое количество нужно вытащить, чтобы вы могли одеться в одинаковое. Чёпное. Ну, подождите. Вы можете вытащить... Есть ноги? Правильно. Вы можете вытащить одно синий, один красный. На досоке. А? С одной сопки. Не, не, они просто вот лежат по отдельности. Они по отдельности лежат, да. Для нас это будет трудно. Нет, думайте, думайте, думайте. А еще раз можно, пожалуйста, что-то не может быть. Значит так, лежат в разброс носки. 24 носка лежит красных, 24 лежит синих. Вот минимальное количество, которое человек должен вытащить, вытащить, и у него пара будет. Два носка я должен вытащить. А вы можете вытащить два синих. То есть синий, один и красный. Да, разный цвет. Как упадете? Разный цвет, как понятно. Как упадете, а? Как упадете, а? Ну, в общем, никак не рвите. Как пойдем? Мы же слепые, нам все равно на дело пошло. Вы же слепую достаете эти носки. Вы же слепую достаете эти носки. Носки нужно одевать чистые. Лена Вальдомина, а я так складываю. Слепую черный. Да понятно. Ну, смотрите, красные и синие носки у вас лежат. 24 там, 24 там. Вы слепую достаете эти носки. Глаза, собственно говоря, здесь никак не участвуют. Вы достаете, сколько вам носок надо достать. Подумайте. Самое маленькое. Вот маленькое количество, которое вам надо достать. Еще пару точно будет пара. Нет, разное можете достать. Если вы пару возьмете, один красный, один может синий. Минимальное число этих носок, которые вы должны достать. А вам надо, чтобы собрать пару. Да, чтобы собрать пару. Чтобы были или синие, или синие, или синие, или синие. Ну, подумайте. Четыре штуки. Четыре штуки, или десять, и то так, наверное. Нет. Забрать все. Меньше, меньше надо. Четыре штуки. Четыре штуки. Что меньше? Три. Три. Почему? О, ну. Как вы думаете? Ответ правильный. Умница. Потому что два попадут одного цвета. Все равно. Все равно. Правильно. Молодец. Или будут три все одинаковые, но возьмешь два и один отбросим. Да, одинаково. Это здесь немножко надо логику включать. Понимаете? Вы, собственно говоря, тренируйте и образное мышление, которое находится в левом паралушарии, и активность вы левого правого полушария задействованы. Всем понятно. Ну, достану я три. А ведь я все равно не буду знать, какого они цвета. Но тебе подскажут? Конечно. Скажут, что ты вытащила правильно, вот эти вот одевай. Три, эти самые, двое, два носка все равно будут какого-то одного цвета. Или красных два, или синих два. Или синих два. Да, да, да. То есть три минимальные, конечно. Подождите, они в перемешку? В перемешку. В перемешку лежат, да. 24 красных, 24 это самое, синих. Да, 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 да. Вы должны вытащить три, все равно какие-то два попадутся у вас, что? Одинаковые. Это должно быть такое. Нет, они одинаковые, только по цвету различаются. Только по цвету. Так что, на коме, проверьте. Да. Вот придете, когда скажете, вот сколько, если вот... Ну, сейчас говорят, модно даже разные носки носить. Так что, модно и танцы. Модный приговор, а без башенов, в кроссе, вроде. Да, надела. Так что, это важно. Ну, дальше, я думаю, что подумали немножко, мозги свои размяли, да. Повесились. Давайте, значит, очень большую роль в поддержании мозговой деятельности играют руки. Ну, что руки у нас везде и всюду, да. Да. Вот. На следующем занятии я покажу вам упражнение, о котором говорят, что если вы будете каждый день делать по пять минут, то будете жить на десять лет больше. От пяти до десяти больше. Сразу. Это так китайцы считают. Я читала специальную статью. Ну, верить или не верить, ну, там слежа, скажу, да. А сейчас давайте начнем с пальцев, самое простое, да. Значит, пальцы все знают, как называются? Большой. Это вот толстый, толстый, указательный, средний, безымянный и мизинец. Что делаем? Значит, сейчас мы одной рукой, ну, какой привыкли больше работать? Правой, левой? Правой. Правой. Кто правша, кто левша. Ну, кто правша, кто левша, можете любую. Делаем круг. Значит, большой палец и указательный кружок. Соединяем. Соединяем. Соединили кружок. Знак ОК получается. Да, да. Теперь, значит, следующий у нас средний. Кладем его на указательный. Затем безымянный кладем на средний. И мизинец кладем сверху. Так, держим. Раз, два, три. Теперь поднимаем мизинец. Поднимаем следующий палец, который у нас сказок. Безымянный. Поднимаем средний. И указательный. Поднимаем указательный. И ладонь растопырили. Да. Молодцы мы. Так, давайте сейчас еще раз сделаем. На левую руку. Давайте попробуем. Да? На левую. Значит, кольцо из большого пальца и у нас указательного. Затем, значит, кладем средний на него. Потом. Так, все правильно делают, да? На него кладем безымянный. И мизинец кладем на него. Так. Делали? Делали. Молодец. И по одному. Подержали немножко. И по одному сюда медленный. Мизинец поднимаем. Далее поднимаем. Далее. Далее. Все. У нас ладошка. Теперь мы делаем вместе двумя руками. Готовы? Готовы. То есть здесь двумя руками. Значит, снова давай говори. Смотрите. Мы потренировались с вами, да? Теперь смотрите. Берем две руки, да? Да. Вначале на большой палец кладем указательный. Потом средний палец, безымянный и мизинчик. Две руки задействованы. Две. Получилось? Теперь точно так же начинаем. Мизинчик отнимаем. Мизинчик поднимаем. Безымянный поднимаем. Средний поднимаем. Указательный поднимаем. Растопыриваем ладошки. Вот они. Молодцы. Давайте еще раз делаем это, да? Это как физкульптура получилась. Ну да. Я сейчас немножко вот Таиси Иванну потом добавлю немножечко. Почему это должно быть? Мы сейчас еще раз давайте это упражнение повторим. Еще. Повторим? Так. Большой пальчик. Давайте растопылили ручки, да? Большой пальчик приготовили. Указательный на большой положили. Средний на указательный. Безымянный на средний. И мизинчик на безымянный. Подержали вот такую вот. Подержали. А теперь дальше пойдем поднимаем мизинчик безымянный, средний, указательный, большой. И растопыли ручки. И тоже подержали немножко, да? Ну что, попробуем на дизайнцу побыстрее сделать. Это сразу чувствуется, как разминка. Нет, давайте еще попробуем быстро сделать. Теперь, в общем, в начале медленно. В начале нужно научиться. Но, а потом уже... Почему вот даются это? Потому что очень много этих упражнений, это пальчиковая гимнастика. Уже мы с вами сейчас выполняем пальчиковую гимнастику. Для чего? Потому что наш мозг и рука, они взаимосвязаны. Чтобы тренировать клетки мозга, мы можем делать только руками. Почему, говорят, надо развивать мелкую моторику рук? Первое, что с ребенком, когда начинают его развитие, делают что? Мелкую моторику. Он собирает что? Пирамидки начинают какие-то вот такие вот маленькие бусечки с ним собирают еще. Потому что у него что делается? Рука двигается. И то же самое клетки мозга, они начинают активно что с нами? Работать, да? Вот Тейси Ивана давала вам первое упражнение, это на логику, да? Просто-напросто надо включить воображение. И это здесь задействованы две наших с вами полушария. Два и левая, и правая. Здесь мы задействуем что? То же самое и левая, и правая полушария, но уже при помощи чего? Наших действий, наших рук, да? Вот. Дело в том, что хотим мы или не хотим, но, как говорят, знаете, природа ставит на уничтожение. И клетки мозга начинают наши с вами отмирать. Примерно это с 45 лет. У некоторых даже раньше этот процесс начинается. Вот. Поэтому нам надо это все замедлить. А замедлить мы можем только что, делая упражнения что? Руками. Вот. И еще, ну мы тоже, как говорится, вот это есть ванна у нас в Москве, но мы не лыком сшиты. Я, вот мы бы с вами еще бы занимались уже в мае бы этими упражнениями, но дело в том, что у нас, как говорится, была вот изоляция, да, нам коронавирус помешал. Ну, и это выложено у меня, мое онлайн занятие выложено, по сути дела, на сайте. Но там более сложные упражнения. А здесь мы вот сейчас вот с вами учимся более попроще. А потом уже, а потом сложные. Ну что, еще раз. А теперь, смотрите, можно еще сделать вот такое упражнение. Смотрите. Давайте, ну давайте это же сделаем. Может, не готово говорить? Давайте. Две руки приготовили, сделали, растопырили пальчики и начали побыстрее, побыстрее, побыстрее. Задержались теперь опять. Назад. Не два пальца в раз, а по одному поднимаем. Получилось? Да, молодец. А теперь давайте попробуем быстрее, как получится. Сами делайте. Получится быстро у вас. Подержали, зажатая, а потом поднимаем по одному. Ну как? Получилось? Нормально. Получилось? Так. Нормально. Смотрите, вот еще что, я просто вам скажу это, потому что это самое. Когда вы уже доходите в этих упражнениях до автоматизма, считайте, чтобы на этом упражнении это завершили. Все. Вы начинаете разучивать следующее упражнение, да? Здесь очень тоже простое может быть упражнение. Вот смотрите, мы то прижимали вот так вот, все к одному, все пальчики прижимали, да? А мы можем с вами что сделать? Вот то же самое, вот ладошку, да? И вот так вот пройтись просто что? Вот так. Вот так по пальчикам, да? Каждый пальчик просто к большому пальчику прижимаем. Посмотрите, по очереди. А, вот так. Давайте вот так, смотрите. Давайте на одну руку, на одну руку. Смотрите. Большой палец растопырили и это. И пошли. Большой получили все. И точно так же мы что с вами сделаем? Разгинаем точно так же. И точно так же на это. Так, так, так. Вот здесь вот такие мурашки. Вот так, 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 так. Это очень хорошо. Очень. Просто-напросто такое простое упражнение, да? Сейчас, особенно когда вы за камень носите, что-то для рук. Да, давайте, это самое. Смотрите, на одной руке мы что сделаем? С вами сжимаем кулак. Давайте. И вторую руку тоже мы сжимаем кулак. Так. Кулак. Теперь смотрите, вам надо будет что сделать? Ну, давайте. И теперь мы ее что сделаем? Разжимаем одну руку. Кулак разжимаем. Один. Так. И опять сжимаем. Опять разжимаем. Опять сжимаем. И разжимаем. Сжимаем и разжимаем. Теперь на следующей. на руке, на левой руке. Опять сжимаем, разжимаем, сжимаем, разжимаем, сжимаем, разжимаем. А теперь мы с вами, да, запомнили, да, очень простое упражнение, да? Теперь смотрите, если мы правую руку сжали в кулак, то левая у нас должна быть с вами раскрытая. Раскрыли, просто раскрыли, да. Правая в кулаке, левая раскрытая. Теперь левую сжимаем, правую открываем. Надо думать, что вы делаете. Еще раз сжимаем правую, открываем левую. По очереди, так, пошли. Это простое упражнение, вы уже делаете. Вроде казалось бы, очень простое упражнение. Вначале, смотрите, медленно развучиваем на каждой руке упражнение. А это заставляет, смотрите, это вы не идете вот бессознательно. Вот смотрите, что мы делаем с вами. Мы закрываем с вами дверь, да. Вот закрыли мы дверь, положили ключи, а потом идем и думаем, а закрыл я дверь или не закрыл? А выключил я газ или не выключил? И нам что с вами? Приходится возвращаться и уточнять. Выключил я газ? А я ж выключил газ, все нормально. А я ж закрыл дверь, а я не помню. Понимаете, потому что у нас с вами это доходит до автоматизма, и мы уже на автомате закрываем это с вами. И буквально кратковременная память в глубокую память у нас это с вами не уходит. А здесь у нас с вами не только кратковременная работает память, но и глубокая память, потому что нам надо что с вами сделать? Вначале сжать кулак, а этот открыть, да? Эта рука открыта, а потом опять вот так. И вот мы с вами что делаем? Вот это вот и тренируем наши клетки, благодаря рукам, потренируем клетки мозга. Не на автоматизме идет, а на том, что мы с вами думаем. А раз мы думаем, значит клетки мозга активизируются. Значит, на следующий раз вы просто вот давайте упражнения с пальцами и с кулачками. Вы запомните, дома потренируетесь, да? Потренируем сюда. И сейчас давай еще одно упражнение дадим. Это просто повторим потом его еще, так что если не усвоите, ничего страшного. Значит, упражнение называется сова. Что мы делаем? Так, давай объясним, что у тебя голос крепче. Так, что мы с вами делаем? Смотрите, вот сова, она что у нас делает? Она смотрит вперед, ну не только спит она, она смотрит вперед. И она что делает? Она так медленно вот так вот оборачивает голову. И мы аж смотрим вот туда-назад. Вот у нее на 362 градуса практически делала. У нас с вами только на 180. Да. Так, точно так же вниз опускаем голову, наклоняем. Ух, ух, ух. На ух, лучше. А вам надо просто при вдохе вы воздух упускали. Ух, 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 ух. Здесь мы опять с вами что сделали? Вдохнули и в левую сторону повернули, медленно-медленно повернули и стараемся посмотреть, что же у нас там сзади. Умедленно. Вот так вот, медленно. Можно пока снимаем голову? Медленно голову опускаем, поворачиваем, опускаем вниз и говорим опять. Ух, ух, ух. И воздух это что делаем? Выдыхаем. Выдыхаем. Давайте попробуем. Значит, что начнем? В левую сторону. В левую? Да. Давайте, вначале вдыхаем. Через руку. Давайте так. Вначале положим руку. Правую руку на левое плечо. Вот тут ближе к шее вы ее там где. Ну, не сильно жмете, ну, по крайней мере. Ну, вы вот здесь на плечо положили. Так, наклоняешься. Ну, вот так или поворачиваем. Просто держите. Просто держите. Просто за руку. Смотрите. Вот положили это. А в другую сторону вы ее выращиваете и смотрите, стараетесь как будто назад. В другую. В противоположную. Рука на одной, включить плечо. На одном плечо. Вот на правой. В противоположную сторону смотрите. На влево вы смотрите. И вдохнули. И вдохнули. Да. Глубоко через нос. Дышите, да? А теперь возвращайтесь в голову. Бросили вы ее вниз. И ух, ух, ух. И возвращаетесь. И выдохнули себя. Выдыхаете. Теперь на другую сторону вы кладете. Левую руку на правое плечо. На правое плечо. В другую сторону. В противоположную сторону смотрите. Поворачивайте, поворачивайте, поворачивайте. Смотрите назад. По возможной чувствуете, приглашайте шею. Шея. У вас должны все мышцы. Главное, чтобы мышцы напряглись. Посмотрели, потихоньку возвращаетесь, голову опустив. И ухаете. Глаза выпучивайте. Ух, ух, ух. Не забывайте ухать и глаза выпучивать. У меня глаза никак не выпучивайте. Ну, выпучи их. Давайте еще раз попробуем. Значит, руку правую на левое плечо. Поворачивайте, значит, в правую сторону. Да, по возможности, смотрите назад. Только смотрите, очень мягко вы должны поворачивать, потому что не надо сильно делать резко упражнение. Постояли, так посмотрели. Теперь вы зашелитесь обратно, бросите по своей голове. Ухаете. Ух. Глаза выпучиваете. Ух. 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 Вот. Теперь следующую. Ну, давайте теперь просто снова начинаем. Левую руку на правое плечо, да? Влево вы поворачиваете, медленно-медленно поворачиваете, поворачиваете, смотрите, кто там по сзади стоит за вами, да? Ну, подержали. Ну, в общем, сколько сможете повернуть. Насиловать себя не надо. А теперь вы голову опускаете, ухаете, глаза выпучили. Угу. Ну, смотрите, здесь еще в этом упражнении вот что. Когда вы поворачиваете голову, делаем мы это очень мягко, да? Но вот здесь вот, когда вы повернули ее, вы должны ощутить вот эти мышцы, вот здесь вот, которые у вас идут от шеи, да, к плечу. Вот эти мышцы вы должны ощутить. Значит, вы правильно что? Повернули голову. И немножечко задержались в этом положении, потому что вот здесь вы чуть прокачали вот эту мышцу. Потом вы что делаете? Вот так медленно, точно так же поворачиваете, и вы ее расслабляете. Когда мы ухаем с вами, мало того, что мы выдыхаем, мы расслабляемся. Вот этот шейный, этот самый шейный отдел, мы с вами что делаем? Расслабляемся. Мало того, что это полезно для мозга, так еще и для шейного отдела. Остеохондроза нашего с вами любимого, который нас всех просит. Ой, да не говорите. Видите, вот мы с вами... Разом ничего, разом, да. Значит, давайте так, если мы соберемся, когда удобнее собирать? Ну, я думаю, по пятницам. По пятницам с утра, да, предположим, чтобы не так. Конечно, вот. Пришли в библиотеке, и мы там кого-то приглашаете еще, мы поставим стулья, можем поставить все, что угодно, да? Там еще тенечек будет, так что там может быть тенечек. Значит, вы два упражнения, втипальцовку на пальцах. А вот тут лучше. Ну, можно и до сегодня. Ну, может, мы будем с вами тоже выйдем, можем около библиотеки, посмотрим. Но не всегда бывает, как говорится, погода, может быть, закупит она сама. А если будет возможность, мы будем выходить. Снег идет, а мы сюда пришли. Так, и еще. До снега далеко. Еще одно задание вам какое? Домашнее. Значит, вот, да, домашнее. Значит, вы два упражнения, в пальцовку. Сейчас мы повторим еще раз, скажем после этого, да, пока в пальцовку делали. Вот. Значит, вы даем вам слово. Гимнастика. Из этого слова вы образуете новые слова, новые слова, используя только те буквы, которые здесь есть. Лишних нельзя. И лучше это будут предметы, ну, то есть имена существительные. Ну, гимнастка, гимнастка, там, это, да, это просто гимн. Правильно. Если придумать. Из этих же букв добавлять другие буквы нельзя. Только эти буквы. Ну, вот, перспожим, стакан можно, правильно? Там есть два А, С, С в гимнастике есть, Н есть, правильно? Вот. Значит, если придумаете 10, молодцы. Я придумала 54. Ой-ой-ой. Видите, как тренируется? А что, смотрите, как это интересно. Смотрите, гимнастика. Г, И, М, А, Н, С, потом гимнаст, Т, И, К, А. Ну, большое слово, много можно придумать. Если придумаете 10, это уже будет отлично. А что, получается, кроме зимных еще три буквы? Да, можно там, и там очень много можно придумать. Бупф очень много здесь, и слова можно составить. Я думаю, что надо пристам упф, кто больше тихо придумает. Так что это самое, это вам домашнее задание от Анастасии Ивановны. Книга. Да, вот так вот подумайте, пожалуйста. Вот слово гимнастика. Молодец. Надо, смотрите, здесь что будет задействовано. Смотрите. Мало того, что вы представите это слово гимнастика, да? Мало того, что вы представите все буквы. Вы будете задействовать свои клетки мозга, уже вот это, тренировать свою память вы будете, да? И будете придумывать, что сделать. Что можно, какие слова придумать, какие буквы использовать из этого. Правильно, ну, молодец. Очень много, да? Жолова работает. Маска. Маска, да. Мы вот в масках находимся, так что можем это все сделать. Так что видите, как-то несложно. Десять, наверное, мало, мы сказали. Тут такие, прямо сразу же пять штук есть. Ну ладно, десять это будет очень хорошо, да? А кто придумает больше, тот будет вообще уже. Постараемся. Тот будет герой. Дома подумать. Значит, до следующей пятницы. Можете записать. Значит, пальцы повторили. Ну что, давайте еще раз. Давайте, как мы с вами начинали? Еще раз. Большой палец, растопырили ладошки. Нет, давайте начнем с пальцовки, той простой. Когда мы делаем кольцо, кольцо, две руки. На нее кладем следующие пальцы по очереди. Немножко держим. Да, держим. И потом по одному, по одному. Это очень важно. Вы поднимаете и растопырили руки. Запомнили, да? У нас уже две руки. Не то, что одна зодица, а одна зодица. Да, мы на две будем работать уже. Одновременно на двух руки. Вот, вот, правильно, молодец. Так это что получается? У этого слова «гимнастика» такса, что ли, получается? Ну, буквы так-то есть? Да, и получается и такса. Так, такса. Конечно, получается. Мне не подсказывает, он сейчас твое все использует. Такса может быть собакой, такса и может быть оплата какая-то. Ну, да, и такси может быть. Так что у нас с вами очень много. Там слов можно придумать очень много. Так, давай, следующие повторим. На что и запомнили? Чтобы мы все-таки пришли и сразу могли вот это назвать. Так, с кулаками, давай. Давайте, открываем, правую руку открываем, левую сжимаем в кулак и меняем. Простое упражнение, правильно? Несложное. Сделаем сложнее. А так, видите, как. И уже быстрее можно, попробуйте быстрее. Явно, я разю. Вы просто руку в кулак делаете. Быстро, очень быстро в темпе надо это делать, и поэтому это сама. Но, смотрите, когда начинаешь очень быстрый темп, начинаешь сбиваться. Значит, еще мозг не усвоен, значит, это хорошо. До автоматизма доводим это упражнение, а потом начинаем выполнять следующее. Будет следующее упражнение уже более сложнее. Не, ну на каждой деке у нас уже два. Ну, два упражнения, да. Вы должны их довести до автоматизма. Ну, сову еще потренируемся. Да, сову. Новое дойдем. Не делайте, только смотрите. Вот здесь, когда вы будете выполнять вот это упражнение сова, не делайте редкие движения. Вот медленно, вот медленно в сторону. Ну, вы, пока пусть не трогают дома, еще надо попросить. И чувствуйте вот эти вот мышцы, вот здесь, что они у вас. Потому что это приезжайте, вернее. Ну, вот. Поворачивайте так, чтобы потом развернуть голову вниз. Ну, ладно, я думаю, ну как, вы придете заниматься? Это мозги будут работать. Мозги. Ну-ка, вот, можете приглашайте. Ой, у меня ленивый, никто не хочет. Ну, до библиотеки. Жарко, не хотел. С утра. Да, мы тоже делали с вами. Помните? Вы можете раньше прийти в 9-й, предположим. Одна я в кино, а не в конкурсе. Вам удобно в 9-й? Удобно. Ну, а вы одна придете, это самое. Все остальные, вы как придете, не придете? Доводите. Ну, придем, может. В 9-й? Нет, ну, если хотите, давайте гневитесь. Мы можем, все равно, нормально. То, бедные, все, да, и мы будем. А что в 9-й и в 10-ти, вроде, это уже привычка такая, или как? Давайте, давайте все равно. Или надо в деле? В 10-й, в 10-й привычках, давайте это самое. Ну, нормально, мы в 10-ти придем, и еще будет нормально. Ну, как сегодня в 10-ти. Если будет очень жарко, мы, значит, с вами выйдем вот сюда. Ну, все, всем молодцы, всем спасибо. Спасибо, Иван. Слушайте, опять здесь видно, что я в лесу. За разминку, за все. Ой, какой тебе мой крутой. Да мне надо пару фотографий вот на этот фотограф. На тебя фотографировать. Теперь прыжковая встряска. Но мы не прыгаем ни в коем случае, не прыгаем высоко, не делаем опять же резких движений. Мы стоим ровно на месте. Приподнимаются у нас только пятки. Вот после этого, как мы приподняли, мы их опускаем вниз. И должны услышать небольшую вибрацию. Я сильно нормально не упадусь. У меня сейчас салово хуже салово. Я стою рядом. Вверх, вверх и вниз. Опустили вниз. Вверх, вниз. Закончили упражнение. И еще одно упражнение называется, по-моему, ходьба. Но мы пойдем не просто. Мы будем идти на месте и идти как пингвей. Только не быстро. Раздвигаем, ноги ставим на ширине плеч. И начинаем ходьбу, как бы переваливаясь сбоку на бок. То есть наступаем на правую ногу. Соответственно, бок у нас уходит справа. Налевую ногу. Вот так. А вообще можно даже так вот и пойти. Да, можно больше прогуляться. Да, вижу, почему он все это делает. Точно так. Все можно сделать. А он не может идти. А вот так вот. Ему что-то не делать, честно. Это было бы вам. Нет, в принципе, все. Упражнений достаточно много. После этого, когда вы сделали путь дома, на улице, рекомендуется что? Просто принять расслабляющую позу. Можно полежать. Можно посидеть. А еще лучше пройтись по свежему воздуху. Что, собственно, мы сейчас с вами и сделаем. А еще, знаете, сейчас я, смотрите, нас накрутили с вами в магазине. Нам нахамили в транспорте или еще что-то такое. Мы с вами что сделали? Вот так вот встали. Мое любимое упражнение. Помните шалтай-болтай? Помните, я вам говорила, какое? Ничего, я не хочу. И вот так покрутились. Вот так. Это упражнение от стресса. Это гимнастика Хасана Алиева. И вот это вот вы сделали. Ничего, я не хочу. Руки как тряпки. В разные стороны, но они у вас крутятся. И вот это вот буквально 5 минут этих упражнений в разные стороны. И ваш стресс, по сути дела, уходит от вас. Вас отпускает. Руками болтает. Вас отпускает. И какое-то успокоение везде. Вы уже не думаете о том, что вам нахамили, почему вы не сказали что-то в ответ. Это можно ли я в магазине, чтобы не ответить? Ну, вы и шли, да. Можете и так начать делать. Поэтому, смотрите, почему вот это говорит стресс, стрессуем, почему. Ага, нам нахамили, а мы не смогли в ответ ответить. И мы идем, это у нас начинается мысль-мешалка в голове. И мы начинаем тебя накручивать. Вот надо было то сказать, а надо было это сказать. А тот уже давно ушел, который вам нахамили. А вы все в этом стрессе находите. Для того, чтобы это снять, надо делать вот эти движения. Вот такие движения. Вы вхлесткиваем это движение. Вот так. Вот так. А вот так надо. Нет, нет. Руки у вас висят. Тут болтаются. Я даже расслаблен. Вот они у вас. Как руки? Болтается внизу. Внизу болтается. Ну, это уже занятие нато. Болтай, болтай. Дома можете подушку побить. Дома побить. Вот так. Я, напускаешь. И вот так. И пошла. Это опасно. Вот они. Вот они. Такая девочка красивая. Мога ногами-то крепко стоишь. Мальчик. Ногами нормально стоишь. На ширину плеч ноги раздвинем немножко. Чтоб я легче было. Я же шутки не танцевально взяла. Ну, на танцы не похожа. Саша, опустил руки. Руки опустите. Вот так. Раз. Руки как тряпки. Руки как тряпки. Как тряпки. Они у тебя захлестывают. Ну, можешь руками двигать? Болтаюсь. Можешь руками двигать? Вот в эту сторону. Извините. В эту сторону. Ничего, от тебя все отошли. Двигай. Двигай. Вот так. Молодец. Ну, вот это все. Так что, ну, у нас сегодня хорошо пополезли. Да, да, да. И повеселились, да? И по... Это самое полезное всего. Молодцы. Молодцы. И нас модились красавчиками. Вот так. Во, молодец, Марс. Во. Да он вообще как на формирует. Молодцы.